Вадим Николаевич, Лукоил совместно с МТС реализует пилотный проект по оплате топлива на АЗС при помощи мобильного телефона. В чем смысл этого проекта? Ну, достаточно простая на бытовом языке вещь. У меня есть сотовый телефон. Я приезжаю, соответственно, на заправку заправиться. Устанавливается на заправке ридер. Маленькая коробочка. Я подношу свой сотовый телефон. Если у меня, соответственно, есть деньги, набираю какое количество литров мне нужно, заправляюсь. У меня с моего счета на сотовом телефоне снимают это количество денег. Вот если на пальцах, то это так. Зачем это нужно Лукоилу? Да вы знаете, тут не столько Лукоилу нужно, по большому счету. Здесь нужно потребителю, чтобы он имел любые возможности использовать для себя наиболее приемлемые ему на автозаправочной станции. Он может заплатиться наличными деньгами. Такая возможность у него была, есть и, конечно, останется. Он может расплатиться топливной картой Лукоилу на наших станциях. Он может расплатиться банковской кредитной картой на наших станциях. Теперь еще получается сотовым телефоном на нашей станции. Мы прекрасно понимаем, что это тоже пилот. Пока такая станция одна. Но стоимость подобного рода технических изменений, она незначительна для нас. И если это новшество, эта новинка будет, соответственно, интересна нашим потребителям, мы, конечно, можем этот опыт достаточно быстро распространить на большое количество станций. Ну, тема интересная. Насколько я понимаю, там просто быстрее-то все будет, соответственно, увеличивается пропускная способность. Ну, в первую очередь, тут, знаете, целый комплекс. Значит, быстрее, не быстрее, на мой взгляд, это вторично. Первично то, что у потребителя появляется дополнительная возможность. Он вправе выбирать, чем и каким способом ему расплатиться. Что касается быстрее, такая вещь тоже существует. Некоторые станции продают достаточно большое количество топлива, до 30-50 тонн в сутки. Это всегда очередь. Человеку нужно выйти из машины, дойти до операторной, отдать ему деньги или карту. Понятно, наша задача уменьшать время заправки автомобиля. Поэтому мы планируем сделать у пяти терминала непосредственно у колонки, чтобы и наличные деньги, и, соответственно, карту кредитную, банковскую. Он мог свое топливо платить, не заходя в операторную. Ну и, соответственно, третья возможность, она тоже приведет к ускорению процесса заправки, соответственно, сокращению времени, это если еще и расплатиться с телефоном. Я думаю, что это сообщество откликнется на эту новинку, и, исходя из этих откликов, мы сделаем для себя соответствующие выводы.